Алло, я вас слушаю. Сегодня у Чебоксарцев была возможность услышать эти слова от главы администрации города. Алексей Ладоков провел прямую линию и ответил на вопросы горожан. Вот, у нас дождевые воды, все смывает. Где техникум связи, вот напротив техникум связи, дорогу ремонтировали, где Сбербанк. Бордюры убрали, вся вода вниз идет, до Кучаева все смыло, невозможно ходить. Это звонок не с Дальнего Востока, где наводнение, а из московского района Чебоксар. По словам жительницы одного из частных домов, после ремонта дорога по улице Гражданская осталась без бордюров. И теперь во время дождя вода стекает не в Ливневую канализацию, а в огороды и на соседние улицы. На которых, кстати, до сих пор не положили асфальт. Сейчас под рукой у меня списка программы нет. В этом году мы занимаемся дорогами частного сектора. И сделали уже немало, но до вашей дороги не добрались. Когда до той самой дороги все-таки доберутся, Алексей Ладыков не уточнил, но телефон у горожанки записал. Впрочем, дорожная тема продолжилась. Когда будет дорога по улице Цивильской, Ярмарочной и до залива. Я помню, мы когда здесь заселились, уже прошло 13 лет. 13 лет нам обещают эту дорогу. Ну а сколько обычно приходится ждать обещанного, россияне знают еще по старой народной мудрости. Но не раньше, чем через три года начнется строительство. До 2015 года в планах строительства этой дороги нет. Эта дорога стоит в генеральном плане. Эта дорога необходима городу. Мы будем ее строить, но четко вам сейчас ответить не смогу. У нас в рамках 550-летия города, вы знаете, до 2019 года, мы поставили в план строительство и реконструкцию шести дорог. Одна дорога сегодня строится, это проспект Якулева. В микрорайоне Гладково дороги есть. Жители хотели бы водить по ним детей в детский сад и школу. Только вот школы пока нет даже в проекте, зато многострадальный садик уже успел прославиться в городе. Садик, когда начнет действовать, вот строится садик, но что-то не видно в конце. Новые сроки сдачи детского сада уже не раз оглашались. Это декабрь 2013-го. Подрядчику не раз высказывались претензии, поданные иски в суд. В общем, я думаю, что в этом году мы его сдадим. А школу когда начнут строить? Значит, по школе мы на 2014 год, думаю, начнем проектировать. Реальное строительство начнется в 2015-2016 году. Вы знаете, у нас же здесь так далеко, у нас же транспорта нет, ездить в город. Школа, это стоимость от 700 миллионов рублей до миллиарда. Это тоже немалые деньги. Глава администрации добавил, строительство школы именно на Гладково в приоритете, но придется подождать. Что ж, одни про знания и про просвещение, а жители улицы Константина Иванова про освещение. Вот у нас дом уже, дом его в 16 лет, по-моему, если не больше, находится практически в центре города и исторической части. А уличного освещения до сих пор нету, 21 век практически. По уличному освещению мы эту работу ведем. Понятно, что все дворы не удается осветить в течение одного-двух лет, но на протяжении последних двух лет, которые мы ведем работу, во дворов 20 мы осветили. Ваш адрес мы записали. Так или иначе, все вопросы взяты на карандаш. У тех, кому глава не смог дать ответ сразу, или решение вопроса требует времени, специалисты взяли контактные данные. Кстати, записали их не только представители администрации, но и журналисты.